Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы выехали от Натали, мы туда привезли Петра с его дочерьми. Мы посмотрели, как живет Наталья, обсудили возможные планы переезда одной и другой стороны. Сейчас вот они остались там на выходные, и я так понимаю, они придут к какому-то заключению, где кому лучше переехать, где лучше по работе, по учебе, какие-то планы, потому что это очень непростой вопрос. Но это вы увидите уже в следующих выпусках, а прямо сейчас мы уехали от Новосибирска, где-то в 400 километрах мы находимся. Недалеко от нас находится Омск, это 250 километров. Нам на днях несколько подписчиков скинуло историю, где женщина живет в бочке. Хотим поехать, познакомиться с ней, возможно, чем-то помочь, планируем остаться там на выходные. Надеемся, что у нас что-то получится. Вам приятного просмотра, подписывайтесь на наш канал, мы будем вам всем рады, вот кто еще не подписан, и прямо сейчас мы начинаем. Мы вчера доехали вечером, сразу заселились в отель, переночевали, очень устали. Мы посчитали, мы за день вчера 750 километров проехали. Сегодня проснулись, позавтракали, и сейчас мы уже приехали, ищем, где-то здесь она живет. Пойдем с ней пообщаемся и подумаем, чем можно помочь. Так, друзья, ну что, мы приехали. Сейчас здесь нас уже ожидает Евгений с Еленой. Расскажут, как они узнали о Светлане, о ее истории, и пойдем уже знакомиться. Привет! Привет! Жень, а как вообще узнали про историю? Вообще мы про эти бочки писали уже, наверное, года два. Выходило примерно 4 репортажа у нас. Раньше здесь было сколько? Наверное, 6, да, по-моему, бочек. Жило много людей. Кто-то переехал, кто-то, к сожалению, трагически погиб. Одна из бочек сгорела, там погибли два брата. Мы решили проверить, есть ли кто-то здесь еще живой. Мы приехали и встретили, собственно, Светлану Васильевну, и с ней сняли репортаж. Он вышел на федеральном уровне, получил такой резонанс. Сейчас тоже потихонечку чем сможете, будете помогать? Конечно, конечно. Это, наверное, забор она вообще сама делала. Здесь был, короче, забор вот такой, вот. Но вот эту штуку нельзя убирать, просто потому что если ее убрать, то забор ухнет. Она вот так вот постоянно выходит, нагибается. Наверное. Здесь, я так понимаю, у нее, наверное, огородик какой-то небольшой. Здравствуйте. А вот эта собака, она ваша? Нет, это чипированный, привезли, бросили. Ого. Теперь ко мне пристроилась. Мы к вам из Новосибирска приехали. О, ничего себе. А, Вань, Свет надо. Там очень темно, да. Давайте, заходите. Сейчас мы фонарик возьмем, Свет у нас на камерный есть. А у вас свой, да, какой-то небольшой? Ну, он таким мелковый. О, так им ничего не видно. Ха-ха-ха, зато мне видно. Обалдеть, какая-то такая пристройка непонятная. То есть это мы еще не в бочке, да, я так понимаю? Это пристройка. Это какая-то пристройка. Сейчас Ваня возьмет фонарь, это у нее очень темно. Пристройка, и вот она как-то поднялась наверх по лестнице, и вот вышла сюда, в эту бочку. Обалдеть. Так, ладно, пойдемте. О, тепло тут у вас. Да я сейчас печку, буржуку тоже закопила. О, вот эта лампа, вот бы мне такой свет сюда. Вот бы мне свет такой, а. Кручий, чай, кошечка. Да нет, спасибо, мы позавтракали. Похоже, знаете, как в этих, в этих, в поездах. Ну так это и есть же цистерна поезда. То есть это в принципе была, что это форма. ЖД цистерна. Самая вот эта цистерна, она по сути стоит на колесах. А, то есть там поднязом. Эти кошки привезены директором из Петрозаводска. Он специально заказывал их. Здесь жили военнослужащие, лейтенанты, прапорщики. Они отсюда потом новый дом сдавался, переселялись. А солдаты в Трайбаторске, это завод был, ЖБИ, начали ломать оборудование. Чтобы что-то сохранить, они начали приглашать гражданских. А как вы вообще оказались в этой бочке? Ну вот как, почему здесь начали жить? Я жила в прижитии, а меня заводская администрация, правком всегда заселил. Отсюда проще сразу было переселиться в новую квартиру. А давно это было? Ой, я с этими годами, сейчас я вот вам паспорт покажу, когда я сюда заселилась. В 95-м году заселилась? Ого, это сколько, 26 лет вы здесь? А я тут 34 года живу, а я паспорт... 34? Да, этот паспорт меняла, они вот написали 95-е. Я сюда на завод пришла в 86-м. Вы здесь работали где-то? Да, крынощиком на этом заводе. Вот тут вот рукой подать завод стоял строительный. Страйбаты там работали, отряд или как там, воинская часть. Во, правильно, воинская часть строительная, страйбаты. Потом он начал разваливаться, разрушаться. И все, я так и осталась. СССР пропал, меня скинули. НСНГ пропал, меня скинули. Но я посередки никому не нужны. Я просто в шоке, что вы здесь так много уже прожили от этого. Вот столько лет пробивала пороги. Они прекрасно знают, кто я такая и какие у меня проблемы. Прекрасно знают. А вы как-то в очередь на жилье не вставали? Вот у меня карточка очередника. А вы стоите просто уже 35 лет стоите. В втором году. В общем списке 3513. 14 тысячная. А сейчас 1200. 12 тысяч 11. Ну, за это время я не продвигаюсь. Они своих там сильно нуждающих коллег, инвалид. Меня сдвигают и им выдвигают. А я смотрю, у вас тут вот лампочка, проводка есть. Да. А электричества нет? Электричества нет. Ой, блин, паутина появилась. Это я меняла. Тут старая проводка была, она горела. Куда делось электричество у вас? Вон лифтюрная рядом. Взяла и отключила. А почему нельзя подключить? Такой закон. Подключишь, тебя штрафанут. Друзья, мы узнали, что Светлана столкнулась с еще одной проблемой. Она потеряла работу. Она подрабатывала в магазине. Мыла полы. И сейчас ее уволили, она не знает, что делать ей дальше. Мы уже рассказали Светлане про возможность, которая поможет ей выйти из этой ситуации. И сейчас мне хочется с вами ей поделиться. Сейчас пандемия показала это особенно ярко. Все больше людей переходит на удаленку и осваивают интернет-профессии. Если раньше это был удел больше молодых, то сейчас все больше людей возраста 50 плюс идут по этим стопам. Только порой они не знают, с чего начать, что выбрать и у кого учиться. Плюс обучение бывает очень дорогим и для многих недоступным. Но есть вариант освоить интернет-профессию не за 30 тысяч рублей, а совершенно бесплатно за счет государства. Недавно я познакомился с Академией интернет-профессии для тех, кому за 50. За 5 лет они обучили десятки тысяч человек. Причем люди сами платили за это обучение. И несколько месяцев назад на их программы обратили внимание РАНХИКС. Это Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ. И предложили им стать партнерами федерального проекта «Содействие занятости». То есть государство готово оплатить ваше обучение. И за 30 дней вы освоите одну из интернет-профессий на ваш выбор. Со списком профессий можно ознакомиться, перейдя по ссылке в описании к этому ролику. На выходе после обучения вы получите удостоверение установленного образца. Плюс поддержку в трудоустройстве. Многие хотели бы освоить новую профессию, но денег на обучение нет. Теперь этот вопрос снят, пока есть эта госпрограмма. Условия участия очень просты. Возраст до 50 лет включительно. Действующий паспорт гражданина РФ и среднее специальное или высшее образование. Это удивительный шанс получить новую профессию абсолютно бесплатно. Квота ограничена. Набор могут закрыть в любое время. Переходите по ссылке в описании. Прямо сейчас регистрируйтесь. И если вдруг вы не проходите по критериям, обязательно расскажите вашим близким и друзьям о такой возможности. Большое вам спасибо. А вот это место, оно у вас как-то приватизировано? Что это за строение? Я когда ходила, заявление подавала, хоть приватизировать, вот гаражи. Они же за это место платят. Я что, заплатить не могу, что ли? Я тут столько лет живу, как приватизировать, чтобы не приехали трактором, буллдозером не толкнули. Мне ответ прислали. Я, причисляясь к ерангам, юртам, не имею права обслуживаться. Жень, расскажи, то есть, я что-то не могу понять, электричество-то можно сюда провести, подключить? Электричества нет. А почему? Почему? Мы обращались в администрацию, собственно, города. Вот эти вот бочки, они никак не числятся, они не изначально закреплены. То есть, ну, по сути, их нет. Ну, просто их кто-то завод поставил сюда, ну, на своей территории, грубо говоря. Да, это было в советское время. А сейчас они ни за кем не закреплены. И нельзя языка права закрепить за ними. Ну, они сначала отдали. Ну, как раз, вот эти бочки нельзя признать жильем, так как это, ну, понятно. Поэтому просто обеспечивал завод, просто обеспечивал, были подцеплены провода. Ну, а сейчас уже, собственно, новый владелец, да, новый владелец пришел или походит электричество и отключили. Я отключил. А генератор вы себе не ставили? От этого генератора у всех в округе голова будет болеть. Горючее на него. Бензин. Да, мало не покажется, такой бежит, уйдет. Как вы там телефон заряжаете? Я к знакомым хожу. А вас отсюда выгнать не могут? У меня приписка здесь. Деваться некуда. Палатку кое-что поставить. Но я палатку купила на всякий случай. Что, если выгонят, то в палатке жить? Да. В палатке тут теплее, чем вот эти бочки железные. Ты сейчас не чувствуешь холод? Сейчас тепло. Вот. Нога может быть прохладная. Да, ноги у меня сегодня, ноги промерзли. Как здесь в минус 20, когда снег? Ты скажи, когда в минус 42. Через каждое полчаса печку топить. А спите, наверное, в одежде? Ну, когда как бывает? Когда по краям, это тетрапага за горячей водой. Ну, обогреваешься. Кошмар. Она надолго тепло держит. И, соответственно, если вы топите и поставите печку, вы никуда и уйти отсюда не можете, что постоянно приходится подтапливать. Когда вот куда-то ушел, она махом выдулась. Ее долго разогреть никак не можешь. Топишь, топишь, топишь. Потом уже начинает тепло поступать. Ну, устали, наверное, да, за столько лет? Вот так вот. Конечно. Когда электричество было, проще было. Обогреватель включил. Здесь прихожая. Тут холодильник. Долго ничего не хранится. А как? Цвета-то нету. Только зимой. Это зимой только туда выносите. Еще неизвестно, там полупается от мороза. Это кухня, где мы варим. А у вас газовый баллон, я смотрю. Да, газовый баллон, он скоро закончится, надо. А у вас еще есть газовый баллон? Нет, машина пройдет, вылавливаешь его, меняешь. Дополнительно у него нету баллона, а он один. То есть, если еще дополнительный баллон, то там 4 тысячи почти. Ухватило бы мне. Здесь у вас такая спальня. А это была кухня, тут обедали. Я себе сделала спальню. А от окна вам не дует? Да, мы еще проели под окном надо. Я обычно одеяла. А вам окно это нужно? Или может быть его можно закрыть утеплителем? Ой, зачем? Нужно вам? У меня единственный обзор. А это зал. Тут диван, кресло, я их вон на веранду вынесла. Это мой фонарь кепенковый. Вот тоже уже садится. Сколько у вас устройств на батарейках? То есть, вам, наверное, много батареек постоянно нужно? Конечно, на три дня у меня уже не хватает. Вот эти два кепенковые радио. Здесь фонарик над кухней. На три дня хватает. У вас, наверное, только на батарейке там несколько тысяч уходит? Да, я только на батарейках. На свечках я не сижу. Я раз посидела, у меня вот такая башка была. Печка-то изначально вот здесь была у вас? Нет, я сама его поставила. Тепло не держит, дрова прогорели, да, и все сразу остывает. Да, вот поэтому уголь приходится подсыпать. Уголь-то тепло держит. Уголь плюс дрова? Да. А сейчас на зиму у вас хватает дров, угля? Если с таким темпом, я за неделю сейчас спарю. А она немного, да, в себя вмещает? Ну, если полную сделать, сейчас вообще дым попрёт. Наполовину загружает, и в какое-то время снова добавляешь. А вы огород держите? Ну, конечно. Как это без огорода? Тыквы, кабачки. Картошку, да? Ну, я в этом картошку не сажала. У меня такие есть люди, подкапывают. Воруют? Да. Весь огород так у меня обчистили. Им, видно, нужнее, они больше бедствуют, чем я. У меня хоть пенсия, у них и этого нет. Здесь много в округе? Ого! Много, да ещё тюремщики. Ну, вы, так я понимаю, здесь практически не проводите время. То есть, оно больше вас что-то похоронить, положить здесь. Да я самое, все шкафы вычищаю, всё раздаю, распродаю, а у меня остаточные, что-то я освободила. А зачем распродаёте? Если меня собрались в Нижеск упрятать, кому это оставлять, дом престарелых. А у вас со здоровьем? Ну, вот сейчас у меня просифонило, а вы ещё не заразились. Но температуры у меня нет. А именно, что такое хронические какие-то заболевания? Три операции, рематизм бьёт, сахар поднялся. Сроду у меня не было. По 30к подняли, пушить ты мой. А вам какие-то лекарства нужны сейчас? Нет, сахар, название уже забыла. А они у вас в достатке? Нет. Только эти таблетки вы принимаете? Да, пока эти, и то и не всегда. Атонометр у вас есть? Нет. Помимо черныша, кто-то ещё есть из животных? Ну, белый кот. Где-нибудь в кустах сидит, наблюдает. Ну и что, много людей испугался вообще? Да, удирает он слабо. А вот нужда в корме бывает у вас? Ну что вот. Ну, мне сейчас ребята из Народного фонда группы понавозили. Мне теперь на месяц хватит. Где родились, выросли? Я родилась в Чувашии. Мне, когда три года было, родители уехали в Тюмень. В Тюмень я жила. Я там до третьего класса растилась. Потом, когда отца убили, в войну выжил, он военный разведчик был. А в мирном времени ни за что погиб. Там, он одну женщину защищал. Зэки собрались, человек сорок. Один со стороны спины словом пришёл и москву словом проткнули его. И начали мать стращать. Она не как за себя, а за нас боялась. Они начали детьми стращать. Вот она на родину обратно приехала. А я в этой Чувашской школе не могла учиться. Там всё на Чувашском было. У меня как двойки пошли. Я сбунтовалась. Там брата избили. И я в школу не пошла, его не пускала. Дошло дело до Москвы. Москва потом в интернатурскую школу определила. Школу закончила, я сразу уехала. Серловск. А вы когда переехали в Омск? В 1975 году. У меня здесь подруги работали. Они техникум у кого-то закончили. И по распределению здесь в Омске остались. Я к нему вот уж приехала, они меня оставили. То есть вы закончили школу, потом поступили в колледж, да, наверное, вы на Крановщика отучились? Нет. Это я в Свердловске работала в ателье по профессии, что я мотористка. Здесь я на Белеце устроилась, я бед проработала. А потом пошла на Крановщика, выучилась. На ЖБИ-2 устроилась. Там пять лет проработала. И это набор сюда вот был, на военный завод строительный. Я переводом оттуда сюда пришла. Не так-то просто уволятся, а переводом сюда. А потом завод разваливаться начал. Я ОССК, это строительные конструкции. И оттуда я на пенсию пошла. Это муж, дети? Нет, у меня никого нет. Я к себе притягиваю всего недостойных. Один на карты поставил, другой оборовывал. Нафиг они мне нужны такие? Не везло вам, да, иметь эти отношения? Ну, если сужено было садать с ним, ну и нафиг. Вот, вот так вот. Из родственников тоже вообще никого нет? Там по маминой линии, по отца? Здесь никого, я тут сама по себе. Я их вообще здесь, собственно, не знала. И меня даже и не тянула. Подруги какие-то есть здесь? Я их всех ликвидировала. Это как-то? Ну, вот представь, я на работу ухожу, а он с ней кауркается. Кому-то понравится. Конечно. Или так это в народе есть, или что по карманам шарится в кошельках. Мне это тоже не надо. Ну, конечно, таких друзей. Ликвидировала. Не надо мне с такими негативными. Не надо мне такое. А вы вот сейчас о чем мечтаете, о чем думаете? Я мечтаю, вот кого я раньше обидела, унизила. У меня вообще взрывной характер. С плеча с вами рублю. Вот извиниться, попросить прощения. Я-то сказала и забыла. А его-то люди-то разные. Может, камень на душе лежит. Вот чтоб простил. Уже у меня под старость лет надо о своей душе подумать. Надо грехи, кармические узлы почистить. Чтоб потом в другой жизни не мучило. Может, из той жизни это у меня идет. Кота Васи такой шлепает по мне. По-моему, я уже жизни все достигла. Все прошла. Единственное, что на зиму зад куда-то пристроить. Не замерзнуть. Вот это да. Ну, не дом престарелых. А вы вот предыдущую зиму как здесь жили? Я же говорю, пять месяцев больницы продержали. Я уже в конце, в апреле, болит и болит душа. Что-то не в порядке. Я написала заявление на два часа отлучиться. Прихожу по огороду, бомжи ходят, тут бомжи ходят. Я как, давай их лупить. Вас в больницу на полгода по какой причине положили? Чтоб я не замерзла. Первая бочка сгорела, не могли их устроить. И чтоб самой что-то не случилось. То есть вы не в Пантинаде, а просто в обычной больнице, что ли? В палате были? Конечно, с больными. Да, я уже все прошла. Навидались там, наверное. Какое отношение к людям. Бедные. Я хоть по сравнению с ними, с чистой его, я как бы меня уже с ним била по сравнению с ними. Они еще лежачие. Столько у них горя. И родственники не приходят. Хотя здесь живут. Говорят, стационар. А это хоспис. То есть там люди доживают? Да, никому не нужны. То есть это не обычная больница? Никому не нужны брошенные. Ой, там мрут, как не знаю кто. Только с ними посидел, поговорил. Там слышишь, что единочка каталка поехала. Повезли покойничка. Нервничает, депрессия. Конечно, сказывается. Поэтому уснуть не можешь. А вам сейчас сколько? 64. Вы моложе гораздо выглядите. Да? Да. Спасибо. Я думал, вам там 55, где-нибудь 56. Ну, спасибо. Не, но все равно, правда, то, что в вашем возрасте, вам столько всего приходится постоянно делать, чтобы поддерживать хотя бы дом, чтобы в каком-то состоянии. Там ухаживать за территорией. Это же все тоже энергия и силы. Ну, постоянно движение как-то незаметно. Поэтому я думаю, как раз именно вот это, что вы постоянно двигаетесь, это и, ну, вот, вы постоянно в тонусе. К сожалению, вам некогда расслабляться. Ниже мяса есть надо. Организм не будет стареть. Как душ принимаете? Туалет где у вас? Ну, вот, видите, у нас туалет есть. А зимой? Ну, кто куда? Куда попало? Моюсь я в душе. Ванна. Вот в этом доме. Вы там женщины с какой-то знакомой? Ну, они все заводские. Спасибо им, но они еще не отказывают. Опускают. А где у вас содровник? Вот он напротив. А воду где вы берете, если у вас и воды нету? На колонку за 500 метров. Ведрами или флягой. А вы их сами так рубите, такими мелкими? Да, на жоптой. На пару недель этого запаса? Ну, а что теперь сделать? На пенсию живете? Да. И никаких выплат на дополнительных ничего нету? Ой. Когда завод разваливался, ветеранам даже не дали. Вам же топить-то много надо, чтобы вот это все... Не загружай голову. Как-нибудь выключусь. Тут колеса были. Их поснимали и сделали, чтобы по снегу тащить. В чем сейчас нужда есть? Мне кредит выплатить. Вот что, у меня аж башка болит. У вас еще и кредит есть? Так у меня же уперли газовую установку. С болером. У вас была газовая установка? Уперли. Вот теперь мне кредит выплачивать. 45. А то я до больницы купила. Они потом меня, когда в больницу упрятали, бомжер залезли и утащили. Газовый баллон, пропан. К нему подставляешь, он нагревается. Болер. Сколько на этот баллон, который у вас стоит, полетит? На три месяца вот так бы хватило. С котлом хватило бы? От котла газового. Там же нужна какую-то разводку, трубы какие-то, еще что-то. Так вот. У вас это есть, трубы? Нет. Это я должна была найти специалиста, чтобы он мне помог. Но не уложилась, не успела. Попала в больницу. А теперь этого добра у меня нет. Так а у вас с пенсии 3 тысячи, что ли, остается? Ну. А как вы на эти деньги живете месяц? Еще и дрова. А вот умудрись. Жизнь захочешь, найдешь сесса. Обалдеть. Это же нереально. Ну, вот сейчас вот у меня продукты на месяц хватит. Что-то, на что-то сэкономлю. С 11 у меня не будет. А во сколько вы будете? Я где-то 2 часа домой приду. Мы тогда к двум подъедем. Сюрпризами приедем, сразу говорим. О-о-о. Ну, ладно. Договорились? Все, Светлана, до завтра тогда. Мало того, что, блин, никаких условий вообще нет, кроме, вот, грубо говоря, пространства, где она живет. Так еще и 2000 у человека остается. Это что-то вообще. Какой-то такой истории у нас не было. Я вообще первый раз сталкиваюсь. Даже не знаю, за что хвататься. Конечно, в идеале нужно там переселять. Она говорит, что и воруют, и там мешают. И здесь просто ничего не останется. То есть, ну, она там уже не сможет жить. Будем потихонечку помогать вместе с вами. И дай бог у нее сейчас будет все хорошо. И поднимем ее настроение. И все будет нормально. Друзья, сейчас я вам записываю эту концовку уже спустя неделю, после того, как мы были у Светланы. Мы в Омске пробыли два дня. И вот в следующем выпуске вы увидите, какие сюрпризы и подарки мы для нее приготовили. Но это будет не все. Жизнь Светланы за эту неделю поменялась кардинально. Мы вам пока не будем рассказывать. Дождитесь, пожалуйста, следующий выпуск. Я думаю, вы очень сильно за нее порадуетесь, испытаете весь спектр эмоций. Пожалуйста, поддержите нас, подпишитесь на наш канал, подписывайтесь на наш инстаграм. Мы будем вам очень рады. И увидимся с вами через неделю. Пока. Я опупела. Это что-то у меня. И слов нету, как отблагодарить.